так всем привет доброе утро это скоро полдень я уже в голландии так что при этом из голландии сейчас обратил внимание ребята что я еду туда где когда-то когда-то был только не помню какой компании там был даже на них как в этом у меня даже видео есть такое что я там стоял там такой канальчик на паркинге прямо возле въезда там баржи крабы мертвых куча там плавала есть такой видос где-то на youtube канале вот туда я еду а вот сейчас приеду когда увижу точно мне кажется что это не туда а я там был уже не помню я могу посмотреть когда я завел эту точку а взглянуть свои записи паркер в голландии меня там написано что там ночью можно стоять но там не есть такой большой паркинг написано куда я сохранил паркер нидерланды резко на ночь написано когда я это вел не написано не написано когда я это вел но это точно это место резко на ночь там можно застрять на ожидании ладно будем подъезжать поближе покажу расскажу если это то место то точно есть видос на канале то что это то есть макалона выезд пушевье полы полы чисто проводил Уже 2 километра останется. Сейчас на круговой налево. Используйте четвертый выезд. Так, 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 так. Вот она сейчас сюда. Потом еще одно кольцо будет у нас. Через 100 метров вы едете на крабов, смотрите, если они там будут. Я заеду, встану в елочку, подойду. А то в прошлый раз я тоже там, помню, говори, надо подождать. Как-то там вызовут или что такое там. Хотя некоторые там подъезжали местные сразу напрямую. Ну, чтобы потом не заставили возвращаться, знаете. В елку встану и все нормально будет. Поворотики. Ой, мостики разводные. Не закрываются еще. Через 500 метров на втором повороте поверните направо. Мне кажется, это там. Скажем, название то же самое мне записываю. Наленький городок. Скажем, небольшой. Шест на право. Отменить. Только доставка. Сейчас начнут не мусор парить. Только доставка, только доставка. Ну, у нас тоже только доставка на данный момент. Повезем мусор. Но я там не мусор привозил. Я там, по-моему, я там даже грузил. Там нет, там было два человека. Там была женщина и грузчик. Она что-то считала. Значит, я выгружался. Я выгружался. Бумагу. Бумагу привозил. Точно. Потому что изначально я помню, что этот город я знаю. Я тут был. Проедем 650 метров. Потом куда там? Потом заезд. Чего фиг кого знает. Ну, фирма та же. Пока не показывает мне там что-то канал. Поверните направо. Повернули направо. Может, у меня просто отмечена точка, где можно нано читать. На ней даже написано фирма эта. Посмотрим, посмотрим. Тут маленький каналчик там залив. Там даже порт был. Не просто там какая-то фигня. Через 200 метров поверните налево. Потом сразу поверните налево. Где-то к грузовикам заехать. И это все-таки не так. Это похоже. Где-то к грузовикам заехать. Здесь я не могу повернуть. Как я-нибудь поверну? Поверните налево. Потом сразу поверните налево. Нет, что-то тут не то. Поверните налево. Вот эске написано. А-а-а, это, блин, понятно. Вот Aldi. Да, точно, я здесь был. Это немножко другое место. Там тоже надо будет сейчас идти регистрироваться. Да, я тут когда работал на A2B. А, и даже в Hestery, когда я работал, здесь был. Здесь даже ночевал. Все правильно. Вот Aldi, куда я ходил. Вот здесь надо заехать в елку, идти там оформляться. Здесь еще на такой дурной, блин, загрузка. Потом выезжаешь сюда, и здесь ты типа, как это, крепишься. Ой, 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 ой. Все, приехал. Приехали. Пойдем оформляться там в компьютере. А что-то мне вписывать надо будет. Я уже думал, я не туда приехал. Тут у них ЭСКО написано у меня. ЭСКО. Ну, я здесь был, да, здесь надо регистрироваться. Вот меня уже вызвали. Написано мой номер машины. Коллега тоже едет туда же. Я говорю, а куда тут ехать? Я, блин, тут забирал, а не привозил. Там направо надо смотреть по номерам, наверное. Наверное, сюда завезли, наверное, сначала. Заехал. А этот поехал через выездные ворота. Вот здесь туалет есть. А что они ходят тут какие-то странные ребята, блин? Ходят, блин, по дереву. А точно помню, что здесь висы были. Так, сейчас надо везти этот номер, который мне дали. 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 8, 7. 3, 8, 7. Окей. Поехали дальше. Завесики. А выезд тут был без лесов. Я говорю, я тогда бумагу брал в поле. А вот так здесь. Вот так здесь. Аут пайплин, наверное. Опять надо водить ворота. 6 5 4 6 5 4 9 8 7 3 8 8 9 А, не загорелся. Так, ну поехали. Вот здесь прямо напротив я грузился, я помню. Надо было так заехать задом туда. Постойник стать. Чеми контейнер стирол и палец. Аутпепер. Первое. Далее. Утемпируемся. Посмотрим. Главное ни одного и ту бишма нет. Женьки приезжали, помню мне. Приезжаешь, потом крепишься, потом идешь к ним за бумагами. А сейчас они вроде даже чуть ли не на месте говорили, что там. Проверяем. Ну и куда нам? Магазин. Аутпепер. Правее. Ну я думаю, что сюда. Да. Как бы не писали бы что-то. Вот здесь написано, я просто не читал. Типа в каждом листе. Да. Первое. Написано. Роут 1. Правильно. В том числе написано. Все написано. Роут 1 или есть. Все написано. Типа в каждом месте. А не здесь. Наверное, налево. Налево. Не, налево тут загрузка. А не выгрузка нарисована. Вон, передыстроится. Какие-то джемико Что это? У меня не написано Давай Не заеду вообще Я вообще не заехал? Конечно не заехал Пойду спрошу Чуть-чуть не туда Заехал Будем задом сдавать Что-то уже не привыкать в последнее время Задом сдавать Ух 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 Очень понятно А дальше Хопа И его нету Пропадает указатель Как так может быть? Ух 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИМי Д комбин Пойдем дальше открывать. Ну что, выгрузились. Балансы молодцы, помогают они. Даже, блин, не то, что там раскрепляют груз, они помогают подметать даже. Понимаете? Тут написано Роут-1, а дальше не написано, а догадывается. Ну ладно, будущее узнать налево. Сейчас через вагон на весы. Точнее, одно ИТУБишнее. Вот Томаса бы встретил, или Байдеса. Или этих, Ричардоса, и Гидиус. Никого что-то нет, ИТУБишнее. Рампа пустая, надо на машине стоить. Поехали на весы. Будем взвешиваться. Опять водительный код надо. Разве что нас распечатает, что ли? Шесть, пять, четыре. Шесть, пять, четыре. Три, восемь, семь. Человек, не понял. Три, восемь. Три, восемь, шесть, пять. Ну что, не даёт? 6,5,4 6,5,4 3,8,7 Чеки Ну вот, сейчас нормально Тут первый не прошел Вряд ли он тут что-то распечатает Может какой-то листочек распечатает А я должен что-то распечатать 6,5,4,3,8,7 Проверяет Чеки Проверяет Дал мне 20,780 Могу ехать? Не вижу Поехали Сейчас встанем Я вот здесь ночевал Джамбу, блин, еще не было Там, блин, лес был А сейчас там стоянка Алде было Вот тут лес был, да Я туда в туалет ходил, честно Скажу вам, ребята Было такое дело Сейчас мы встанем Напишем и будем ждать задания Как положено, правильно? Магазин Магазин мне не надо Тем более Голландский О, блин, муха залет всегда Никитой этой мать Сейчас будем ее, блин Выгонять Все Стоим, ждем Разбросал Разбросал Я немножко Ну что, ребята Получил я задание Еды в Дорпен На этой фирме Я буду там первый раз А бывал я там раз Не знаю Сколько Десять точно был Не знаю, где Не знаю, какой там чекин происходит Бумага Не знаю пока еще Какое задание Полностью нету Просто написали Что планирует меня Завтра Туда Утром Погрузка Это Я помню Это место Хорошо Знаете почему? Потому что когда Первый раз туда поехал Там с другой стороны Заехал Перед рельсами То есть По незнанию Навигатор ведет Немножко неправильно Он Раньше поворачиваешь налево А надо дальше Проехать И там Наверное Только налево Тогда будет все типа хорошо Да Вот здесь я стоял И ночевал здесь я Блин И И В магазин сюда ходил Я даже бывало что Поздно приезжал Все магазины были закрыты Помню Гулял там пешком До Конца Да Но Поздно было Что-то Немножко ошибся Крабы там в другом месте были Зачем это Крабы показалось Потому что там Есть Портовое место О 70 километров Проедем Короче сегодня опять Расслабон И Будем Будем там прямо паркинг Приночуем Завтра Подготовимся к этому Блин Чекину Там проверяют Ремни Замки Угольники Я не помню сколько там должно быть Там По-моему 40 уголков 15 Лемней И Замков Блин Не помню сколько там Там по-моему написано Будет сколько должно быть Блин 12 в меня не проверяют Сейчас важно что Буду вести Если буду вести в рулонах То там конечно будет Немножко геморройно Скрепление 200 митров На втором повороте Поверните налево Там Есть такая Фишка А если в один ряд положат и ничего поставят А бывало у меня в два Этажа ставили там Ползать приходилось Ну сначала загружают А потом ты выезжаешь Там становишься Начинаешь Крепиться А потом едешь за бумагами За ЦМРками Обратно туда же Обратно туда же Он откроет Так посмотрит Как у тебя закреплено И тогда выписывает Ну это нормальная практика В принципе Ну там бывает Ну там бывает еще Резаную бумагу Оттуда берешь И тоже кстати Я по-моему на Данию возил ее И тоже есть видосы С этой фирмы Как-то вот так Как-то вот так О, сейчас по-моему пришло полное задание Сейчас глянусь Скажу Что там Сейчас Закончим маневр По узкостям На кольцевой развязке Используйте Первый выезд Доедем до Кольца Уйдем направо Вот в Шелке Подключаются Почему только здесь В городе Хотя в Голландии Почти все Шелки На всех Шелках есть Этот Интернет Wi-Fi А в Германии Ни фига Не на всех Уже блин Очень мало где есть Через 300 метров На кольцевой развязке Используйте Первый выезд Почитаем Едем через мост Тогда мы прочтем Спэдишн Используйте Первый выезд 21 февраля Да Вейлы Вижу, что в Данию доставка Что Фикс в 10 утра завтра погрузка У них так обычно и есть То есть У них Есть Так Фиксинг тайм Продолжайте ехать по дороге 35 километров Вейлы 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 По-моему Я и Вейлы тоже был Даже по-моему я был Может быть и здесь уже Вейлы Очень знакомые Хотя тут много названий У меня было на В Так что возвращаемся Мы из Голландии В Германию Ребят Я так говорю все время Мы Мы Я один еду И Джустон Спереди сидит Как бы Мой этот самый Маленький Джустик У нас дома Джустики собачки Продолжайте ездить На дороге 34 километра А этот Маленький Вот такой Видите Он со мной С первой Каденции Или со второй Со второй Наверное Маленький Джустик сейчас в Беларуси с Наташей Скучает по папе Хотя А чё ему скучать Он с мамой Ему хорошо Мама кормит Угуливает Ну Так скажу Это место знакомое Дорпен Будет знакомое Наверное Вейлы А чё там грузиться Не написано сколько Не написано 21 А 21 А Fix Deliver Ребята Блин А не загрузка А загрузка с 8 до 10 утра Интересно Как это Надо посмотреть по карте Как я пойду Хм Интересно Интересно Сейчас глянем Сразу же Ведём В адрес Денбург Вейлы Вейл 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 Это по-моему на материке Вейл На материке Вейл 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 Да Обратно поеду уже Не так как ехал 560 километров, нормально, приедем, главное, что вовремя завтра загрузили, 560 это отсюда, значит 500 километров 10, фикс, завтра будет сюда день ехать, ну мы газ не буду заезжать, на обратном пути уже там, встал турн, опять заеду, окей, 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 все, ладно, все понятно, с 8 до 10 погрузка, там нормальное место, там и туалет есть, у душа там нету, туалет там в здании надо идти, там есть туалет, магазинов там нету рядом, паркинг большой, я приеду, полтретью, там место будет, потому что там они по-моему работают до 5 или до 6 вечера, там в уголке встану, как обычно, как я встаю там, мне там нравится, там куда пошлю дальше, на фабрику налево туда, или там на эти самые, на большие эти районы, там большое такое место, ну наверное сниму завтра, покажу, где я буду, заодно сниму, меня тут просили показать, как я креплю бумагу, покажу, постараюсь чуть-чуть, чуть-чуть, Голландия мне вообще нравится, я бы работал по Голландии, но только там нет, и через эти Эндховены, Роттердамы, через эти пробки, как я работал на контейнерах. Так, сколько нам до границ, 27 километров пока, блин, скоро будем опять в Германию завозить сюда. Ладно, друзья мои, едем, там поближе подъезжать буду, показывать, где не надо поворачивать. Интересно, сейчас я ввел в Сайджик точку, координаты, и я этот адрес ввел, посмотрим, айгошка меня поведет точно, блин, ну, наверное, как русские говорят наши, наверное, точно. Типа, да, нет, наверное, да, поведет меня там заранее. Я помню, заехал, а там переезд, и там нету, может, надо вокруг ехать, а там надо дальше проехать. А ты уходишь так налево, такая дорога большая, чуть ли не как вот эта. Потом въезжаешь в территорию. Ну, не в территорию, а, как скажем, индустриальную зону. Потом едешь до конца, и там с левой стороны паркинг, и там чекин. Потом идешь туда в будку, ждешь немца. Он идет с тобой в твоей машине, проверяет машину, блин, чтобы чисто было, блин. И чтобы уголки были нормальные, замки нормальные и ремни нормальные. Ну, все равно потом, когда ты загрузился, неважно, с рампы или сбоку. Я, по-моему, там с рампы. Мне грузили даже эти, по-моему, с рампы. Рулоны. Потом выезжаешь, становишься напротив рамп. Крепишься, как я говорю, едешь обратно на чекин. Приходит, открывает дверь, проверяет, как ты там закрепился. Ну, первый и последний крест-накрест. Остальные, как бы, типа, по одному ремню. И все, и поехал. Самое долгое это крепление занимает. Ладно, погнали на границу. Ну что, подъезжаем, только с другой стороны этот раз едем. Потому что там дорога перекрыта. Пришлось проехать вперед. С другой стороны подъезжаем. Теперь, значит, мне надо раньше. Вот, я смотрю, навигатор показывает. Не-не, сейчас направо, а дальше направо. Но нет. Я там ездил, там, где новичков. Ой, тупи идёт. Вот здесь надо направо и туда уходить, а не там, где он показывает. Гландец. Нет, я этого не знаю. Гландский номерчик, я такого не знаю. А если бы там дальше это всё сделать, то упрёшься в железную дорогу. Мы это проходили, когда я первый раз сюда приехал. Ну там задом вывернулся, но там просто тупик. Там железнодорожный переезд, но, по-моему, не для нас. И вообще он, по-моему, был закрыт уже даже. Там спокойно мы сейчас заедем. Кстати, может быть, на Ай-Тубе. А вот. Вот с левой стороны вот эта промзона большая. Севастеркамп можно встретить. И Ай-Тубе можно встретить. Я в последний раз здесь был на Ай-Тубе, когда работал. В прошлом году. Где-то в апреле, наверное. Как-то... Вот так. Кто там, блин... Там фиг заедешь, блин. Я уже знаю. Нам сейчас до конца. И слева будет парт. Почему он ведет через эту железную дорогу, я не знаю. Кто-то вот здесь. По-моему, это вот переезд, который закрыт. С левой стороны был. Сейчас будем место искать. Надо туда подальше проехать. В этом доме у нас. А, нет. Вот здесь на дороге. Не знаю. Может быть, открыли уже этот переезд. Никого знает. Все может быть. Они, вроде, закрыты там. Она вот сюда. Ай-Тубе стоит. Да. Вижу. Только прицеп стоит Ай-Тубе. А сам где бродяга? Чеки не закрыты, что ли? Нет. Ходят еще, работают. А что они тут так ставят? Только прицепы. А сами что-нибудь? Не стоят? Нет. Туда я не хочу ехать. Я поеду вот так, как я обычно стоявлюсь. Вот-то елка по-другому стояла. Раньше по-другому елка, блин. Я не ошибаюсь. Он там чудак проверяет, чтобы ботинки были у этого одеты. Я помню, его так было. Она так и есть. И что они так стоят? Странные какие-то ребята. Тут душ налево написан. А где там душ налево? Там только в том помещении, наверное. Так, подумай, где лучше мне встать? Ну, блин, по-моему, правильно елка вот так. Она и нарисована елка тут была. Что эти так стоят? Не знаю. Ладно, поедем немножко задом. Чтобы более культурно стать. Ну, елка бы точно так нарисована. Странно, кто хочет, так и ставит. Кто там поехал на голландских номерах? Хитуби. Надо пойти поболтать. Может кто-то из знакомых? Фиг знает, что раньше. Фиг, я таких не знаю. Ладно, все. Так, 15.55. Закрываем страну. Конец страны Германии. 15.55. Майонез достал. Ну что, ребята, подошел к концу сегодняшний рабочий день. Отработал немного. Но все равно больше 300 проехал километров. Ну вот. Стою здесь как парень. Сходил, прогулялся, узнал сколько нужно ремней, комплектов. 20 комплектов. Надо, значит, 20 ремней, 20 замков, 40 уголков. Как бы приготовил все это. Смотрю, A2B пришел. Пошел, посмотрел, там голландец. Но я его что-то не знаю. Хотя я его так видел пару раз на базе, но это не то. Я его не знаю, с ним не разговаривал. А потом, смотрю, ман стоит. И вроде, блин, знакомый номер. Пошел, смотрю, а там Женя. Ёхайды. С Женькой встретился. А Женька это тот чудак, который меня обучал одну неделю. Один день мы с ним катались, когда Кокситранс пришел. Не на контейнерах, а на тентах. Вот. Ну что, красавчик. Зубы вставил себе. Новые беленькие, как голливудская улыбка. С 9 утра сегодня торчал здесь целый день, блин. То там, то сё, то пятое, десятое. Потом документы долго ждали. Все дела. Как-то вот так. А, тиршнур надо будет приготовить. Точно, блин. Там пломбу буду ставить. Но он поехал уже. Сфотографировались с ним. Виськи послал. Так что, вот так. Да, точно, тиршнур надо же будет приготовить. Чтобы поставить пломб. И все такие дела. А так я подготовил, блин. Заменил эти ремни, которые у меня с правой стороны. На замках у меня, блин. В одном месте погрузчик. Долбанул, блин. Улетел. В таком плохом состоянии. Они там треснут их. Я уже сказал шефу, что надо их все менять. Потому что они все на полину порваны. Билл ими дотронулся. Пир. Недавно второй улетел. Думаю. Ну, они там проверяют. Чтобы дырок не было на тентах. Все дела. Может докопаться. Что нету. У меня там есть старые ремни такие. В плохом состоянии. Их обрезал. Я эти крючки использовал. Так тоже можно. Вот. Надеюсь, что будет нормально. Завтра на проверку. С 8 до 10 погрузка якобы у меня. Сначала чекин. Потом погрузка. Потом. Потом. Крепеж. Возврат сюда. Проверка. И все дела. Вот. Ну, а так все нормально. Сейчас вот это видео начну редактировать как минимум. Буду отдыхать. Наслаждаться. До утра времени. У меня сейчас только 5 часов вечера по месту. Андрюхи уже приходит в Германию. Он снимает с кругов. И он пойдет где-то в среду уже на Ригу грузиться. Сегодня понедельник. Но у меня еще неделька и то же самое. Так что вот такие ребята дела. Все в порядке. Это машины. Тут нарисованы линии. Они так стоят. Как заехали, так и стоят. Ну, неправильно чуть-чуть. Я так вижу, что как линии. Не помню, что тут так и стояли. Те вот тут правильно стоят. А вот эти как-то неправильно стоят. Соседи. Ну, по барабану. Душ 50 копеек здесь стоит. Туалет бесплатный. Я пошел, сходил там закрыто. Типа моют. С 6 до 10 вечера он работает. Ну, а так все в порядке. Переночуем, кушать есть, что все будет зашибись. Завтра подскочим на Данию. На Данию поедем. Ну, на этом все. Ребята, как обычно. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока. Пока.